Почему шутинг случился опять? Подробности о жертвах стрельбы и о том, как же охраняли школу в Брянске. Жены мобилизованных просят Путина, чтобы мужья воевали не больше года, а Навальный призвал в марте голосовать за любого, кроме Путина. Это воздух, новости на Ходорковский лайв. Меня зовут Елена Малаховская и прямо сейчас обзор главных событий к этому часу. Стрельба в школе в Брянске собрали для вас самое главное. Пострадавшего от сегодняшней стрельбы школьников в Брянске в ближайшее время отправят бортом санавиации в Москву, сообщает издание БАЗа. Другой пострадавший, 14-летний подросток, госпитализирован в областную больницу. Его состояние на этот момент неизвестно. Всего на момент записи известно об одной погибшей и пяти раненых детях. Сама стрелявшая восьмиклассница покончила с собой прямо в классе. Известно, что стрельбу в школе устроила 14-летняя ученица восьмого А-класса по имени Алина. По данным Следственного комитета, она принесла в учебное заведение помповое ружье БКС-3, из которого стреляла в одноклассников. Через несколько часов после шутинга отец стрелявшей, 53-летний Дмитрий, был доставлен на допрос, чтобы выяснить, как у девочки оказалось оружие. Как сообщает местный телеграм-канал Новости Брянска, отец не смог объяснить, каким образом его дочь смогла украсть его оружие из сейфа. Также он не понимает, что стало причиной стрельбы. Но, по его словам, дочь не жаловалась на травлю с верстниками. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия, при котором отцу грозит два года лишения свободы. Среди возможных мотивов случившегося, помимо травли, которой подвергалась девочка, возможно, называется также конфликт стрелявшей с убитой одноклассницей. Из-за мальчика об этом пишет издание «Медуза». Классная руководительница 8-го АА рассказала следователям, что девочка была, цитата, ни жива, ни мертва последние пару дней и выглядела странно. При этом никаких конфликтов в классе в последнее время не было. Алину, как и ее сестру-близняшку Дашу, в школе описывали как тихих и замкнутых девочек, и сама Алина вообще ни с кем не общалась. Тем не менее, ученицы соседнего класса, которые удалось поговорить с сестрой стрелявшей, отвергают версию, что Алина была жертвой травли. Об этом пишет РИА Новости. Стрельба в школе вызвала много вопросов по поводу охраны. На вопрос все тех жюрия новостей пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не может прокомментировать систему безопасности в гимназии до окончания расследования. Конечно, должны правоохранительные органы разбираться, что они уже и делают в этой трагедии. Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами и так далее и тому подобное. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, школа была оборудована тревожной кнопкой, выведенной на пост централизованной охраны Росгвардии. Она сработала в 19.15. На входе находилась женщина-частный охранник. Тем не менее, телеграм-канал Шот пообщался с руководителем одного из брянских охранных предприятий. Тот рассказал, что пятую гимназию никто из частников не хотел брать на контракт. По его словам, в школе не было нормальной пропускной системы, рамок металлоискателей, турникетов, не было и средств слежения, и полного обзора камерами. В итоге за охрану гимназии взялось агентство «Экскалибур». На охрану школа потратила 300 тысяч рублей. Об этом пишет издание «База». Учредители компании отказались от комментариев для прессы, но силовикам же не откажешь. Следователи уже их допрашивают. По словам учеников Брянской гимназии номер 5, нормальной охраны там никогда не было. На входе с 2010 года сидела только бабушка, которая иногда и не появлялась на месте. Персонала не хватает на качественную работу, передает жалобы местных телеграм-канал МЭШ. По данным канала «Шот» на допросе также находится директриса Брянской гимназии Галина Сауткина, которая возглавляет школу с 2017 года. Более 350 граждан, недавно получивших российский паспорт, отправили в армию после рейда в Подмосковье. Силовики два месяца наведываются на склады, стройки и фирмы в поисках тех, кто не встал на воинский учет. По данным базы, операцию по поимке уклонистов запустили с 1 октября по поручению начальства Следственного комитета МВД. Прежде всего, полицейских интересуют те граждане, которые недавно получили паспорт и не встали на воинский учет. Их доставляют в отделение полиции, а затем передают военкоматам. В рейдах совместно с полицейскими принимают участие с недавних пор и военные следователи Следственного комитета. По данным источников, с начала октября на службу призвали более 350 человек, из них более 200 в ноябре. Команда Навального объявила начало предвыборного сезона сразу после ЦИКа. Главный месседж – голосуй за любого, кроме Путина. Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального разместили в российских городах билборды с рекламой «Россия без Путина». Судя по видеороликам, такие плакаты есть в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В рамках кампании предлагается агитировать против Путина, присоединившись к агит-машине ФБК, звонить россиянам, расклеивать листовки и репостить антипутинский контент. Российские власти считают ФБК экстремистской организацией за участие в ее деятельности, грозят штрафы и сроки. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Владимир Путин намерен занять этот пост в пятый раз. Он еще не объявил об этом, но и вы, и мы, я думаю, уже уверены, что намерен. Навальный, который сейчас отбывает срок в колонии, призвал голосовать против Путина, выбрав любого другого кандидата. Ранее команда оппозиционера провела анкетирование, согласно результатам которого большинство допустили поддержку единого кандидата от оппозиции и направление всей агитации на него. Еще про выборы в этом году ЦИК приготовит всего 900 тысяч бланков для дистанционного голосования за рубежом. Об этом сообщает официальная газета правительства «Российская газета». Информационная служба «Ходорковский лайф» проверила, в 2018 году бланков для голосования за рубежом было отпечатано в два раза больше – миллион 800 тысяч. ЦИК связывает это, конечно же, с кознями Запада. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, количество участковых избирательных комиссий и участков за рубежом будет заметно сокращено. Ну а это ограничит права наших граждан, которые находятся там, признает он. У российской стороны ресурсы на организацию полноценного голосования есть. Причина, складывающаяся в ситуации, в том, что западные политики стремятся создать проблемы непреодолимого характера и вызвать недовольство российских граждан за рубежом, не имеющих возможности выразить свою позицию на столь важных для всей страны выборах президента. Родные мобилизованных записали видеообращение к президенту Владимира Путину с призывом вывести их близких с войны в Украине и вернуть домой к семьям. Ролик опубликован в телеграм-канале «Путь домой». Участники обращения заявили, что их не интересует раскачивание лодки и дестабилизация обстановки, но они выступают за ликвидацию правового вакуума, а именно за установление для мобилизованных предельного срока службы в один год. Мы публично заявляем о том, что человек, его права и свободы есть высшая ценность, и закреплено это во второй статье Конституции Российской Федерации. Мы за полную демобилизацию. Гражданские люди не должны принимать участие в боевых действиях. Мы за политическую стабильность и достойную жизнь для каждого гражданина России. Мы за соблюдение Конституции и прав человека, в том числе военнослужащих. Приверженность к идеям правового государства. Мы за ликвидацию правового вакуума, установление предельного срока службы, в том числе по частичной мобилизации, не более года. Обратили внимание, они в этот раз в белых платках, это стало символом протеста жен мобилизованных. По словам родственников, призыв мобилизованных на службу – не добровольный, а принудительный акт. В случае отказа подчиниться мужчинам грозит уголовная ответственность. Авторы обращения отметили, что власти продолжают игнорировать их требования демобилизации. Под предлогом ковидных ограничений не разрешают им проводить митинги. Что ж, это все новости, которыми я собиралась поделиться с вами к этому часу. Прошу вас, пожалуйста, не уходите от нас без лайка. Именно так вы помогаете нам распространять наши ролики и трансляции. Именно так YouTube понимает, что видео – нужное, важное и хорошее. Надо его показать как можно большему числу зрителей. Ну и обязательно подписывайтесь на Ходорковский лайв, если почему-то до сих пор этого не сделали. Скоро увидимся.